Слово В 10 стихе Иисус затрагивает несколько тем Мы считаем, что Иисус указывает на необходимость исповедания даже для спасенного человека Я бы использовал 10 стих в качестве аргумента против двух заблуждений Первое заблуждение о том, что можно приобрести спасение, потом его потерять Потом опять приобрести, потом опять потерять И так много-много раз Я понимаю, что я в данном случае нахожусь в меньшинстве Потому что большинство христиан не только в России, но и во всем мире считают, что спасение можно потерять Но в этом стихе Иисус не говорит о том, что каждый раз нужно снова и снова получать спасение Иисус лишь указывает на то, что необходимо нам очищение Полное омовение нам уже не нужно И все же необходимо омывать ноги Но есть и противоположное заблуждение Это мысль о том, будто раз уж мы получили спасение Кровь Иисуса омывает все наши грехи Настоящие, прошедшие, будущие А следовательно, нам уже незачем исповедоваться Незачем приносить к Нему новые грехи Нам необходимо исповедоваться в грехах Но не потому, что тем самым мы обеспечиваем себе и сохраняем за собой место в раю Как будто, если мы не будем исповедовать свои грехи, мы это самое место в раю потеряем Нет, мы исповедуемся в грехах Мы призваны исповедоваться в грехах Потому что, исповедуясь в грехах, мы укрепляем и восстанавливаем отношения и общение со Христом Мы уже очищены кровью Иисуса Христа И новые грехи в нашей жизни не разрушают наши отношения со Христом Однако, новые неисповеданные грехи препятствуют общению со Христом Если в жизни есть грех, он мешает нам общаться со Спасителем На окончании, или к окончанию школы, отец подарил мне машину Я, пожалуй, был ребенком балованным, если мне такие подарки делали И вот я по невнимательности, по небрежности парковался и побил свою машину справа Отцу я сразу об этом говорить не стал Мне было не по себе Мне было стыдно Я искал подходящего момента, чтобы рассказать отцу Один из сослуживцев отца рассказал мне о том, что папа видел Отец видел, как я побил машину, но решил сам мне об этом не говорить Отец ждал, пока я первым приду и расскажу ему о случившемся Мой поступок не означал, что после этого отец перестанет считать меня своим сыном Выселит меня из своего дома Запретит мне использовать свою фамилию Я не потерял свое место в семье Но в наших отношениях с отцом что-то пошло не так Отношения развивались не так Отношения как-то ослабли Пока я не пришел и не рассказал отцу, что случилось Новозаветное понятие исповедь происходит от греческого слова Означающего буквально сказать то же самое Иными словами, приходя с исповедью к Богу Мы говорим о нашей жизни, о наших поступках То же самое, что и Бог Я уже сказал о том, что в десятом стихе Иисус затрагивает несколько тем Тема спасения, конечно, очень глубока Тему спасения трудно объять, трудно понять Но слова Иисуса Христа еще более насыщены Есть там и другие темы И вот он начинает разговор на еще одну важную тему Он говорит, что вы чисты Иными словами, мы стоим на ногах В нашем избрании, в нашем положении Божьего Дитя Хотя вы иногда пачкаете ноги на улице Их нужно омыть А потом он переходит к другой теме И вы чисты, говорит он Но не все По-английски это слово, но не все Несколько двусмысленно О ком же он говорит? Кого он имеет в виду? Иуду, конечно Помните наш разговор о 12 главе Евангелия от Иоанна? Некоторые полагают, что Иуда когда-то был спасен А потом из-за жадности, из-за греха своего Потерял свое спасение Так вот, я утверждал, что это не так Иуда не был спасен И я настаивал на этом, потому что в Евангелии от Иоанна 12 глава Говорится, что Иуда воровал из денежного ящика Воровал из финансов, из денег Не то чтобы у Иуды со временем появилась такая любовь, страсть к деньгам Эта страсть к деньгам у Иуды была изначально С другой стороны, помните, как Иисус посылал апостолов на служение? Они шли на служение, в частности, среди самарян И там совершали исцеление, совершали чудеса Вот Иуда, он тоже исцелял и тоже совершал чудеса? Я думаю, что да Да как же я тогда утверждаю, что он не спасен? Если с другой стороны, сила чудотворения возникает как результат спасения? Короткий ответ на этот вопрос я и сам не знаю Нет у меня сногсшибательного ответа на этот непростой вопрос И, честно говоря, именно в этом заключается самый сильный аргумент против моей точки зрения И все-таки я попытаюсь на это ответить Иисус принес не только духовное благословение, но также благословение материальное, физическое благословение он раздавал без оглядки на то, спасен человек или нет Пасхи Спасибо Помните, как в Гефсиманском саду Пётр отсек ухо раба первосвященника? Иисус тогда совершает чудо – исцеление. Он восстанавливает это ухо, и исцеляет он неверующего человека. Я уверен, что и вино, которое он сотворил в Кане Галилейской, пили и неверующие тоже. И среди тех, кто ел хлеб и рыбы в Евангелии от Иоанна, шестая глава, были люди заблудшие, такие, например, как Иуда. И если иногда Иисус давал материальное благословение людям не спасенным, то вполне можно предположить, что и духовную силу порой Иисус осуществлял, реализовывал через людей не спасенных. Можно ли считать мой ответ, мое объяснение подробным, точным, неопровержимым объяснением того, как Иуда, с одной стороны, был не спасен, а с другой совершал чудеса? Конечно, нет. Но это лучшее объяснение, на которое на данный момент я способен. Я честно вам подпоказываю самое слабое звено в цепочке своих рассуждений. И самое серьезное возражение против моей точки зрения о том, что Иисус изначально был человеком не спасенным. Иисус-то знал, что Иуда не чист. Но обратите внимание, что Иисус омывает и ноги Иуды. И тут не только физическое, но и духовное благословение, когда Спаситель омывает во многих. Но вопреки этому Иуда не чист. Одиннадцатый стих. Ибо знал Он предателя своего. Третий стих. Иисус, зная. Одиннадцатый стих. Иисус знал. Иисус знал все, что происходит. Протестанты и либералы утверждают, будто события той страстной недели застали Иисуса врасплох. Он не до конца понимал, что происходит. И Голгофа стала для него неожиданностью. Немецкий ученый Альберт Швейцер в своей книге «В поисках исторического Иисуса» около ста лет назад популяризировал именно эту точку зрения. И эта точка зрения абсолютно ложна. Иисус знал все, что происходило. Иисус был в контроле всего. Это был целый статус, который Иисус пришел к этому. Это было частью Папа. Эта точка зрения абсолютно ложна. Иисус отлично знал, что с ним происходит. Более того, Он постоянно держал происходящее в своих руках. Потому что все происходящее было частью замысла Бога Отца. Господь Иисус, как великий учитель, показывает и духовные, и практические последствия вот этого эпизода самовением ног. Об этом мы читаем с 12 по 17 стихи. Говорит Он так. Знаете ли, что Я сделал вам? Знаете ли вы, что это означает для вас? Знаете ли вы, что вы призваны делать дальше? Он говорит, что если высший, если больший омывает ноги, что же делать меньшим? Поразительно, насколько в Иисусе Христе сочетаются смирение и величие. Иисус – единственный человек, который никогда не живет, который может сказать, что Я умилен. И это правда. Никто, кроме Христа, не может со всей искренностью, положа руку на сердце, без всякого следа внутренней лжи, сказать слова «Я смирен». Если я вам скажу, что я такой смиренный, ну весь я само смирение, вы мне поверите? Конечно, нет. Вы мне скажете, что этот гордец, который гордится собственным смирением. Смирения в нем нет. Но когда Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 11 глава «Научитесь у Меня, Я смирен», это правда. И вот Иисус, показывая свое смирение, при этом говорит «Если Я, единственный Господь, величайший Учитель, омываю ноги своих учеников, то что же вам после этого делать? Что вам теперь надо бы наделать? В устах любого другого человека такие слова показались бы гротескными, показались бы совершенно неубедительными. представьте себе человека, который говорит «Вот, я величайший Учитель, и смотрите, при этом я омываю ноги, но я величайший Учитель, я все равно вам их омываю». Джонатан Эдвардс, известный американский проповедник 18 века, проповедуя по откровению Анна Богослова, пятая глава, обратил внимание на качества Иисуса Христа, кажущиеся противоречащими друг другу. С одной стороны, он лев, с другой стороны, он агнец. Как сочетаются два эти качества? Джонатан Эдвардс ответил на этот вопрос очень красивой фразой, которую практически невозможно перевести с английского языка. Он сказал так, «Во Христе нам предстает невероятное сочетание, невероятное объединение, разнообразие величайших качеств». Иными словами, в ягненке нам есть чем восторгаться. Например, его невинностью. Например, его зависимостью. Тем, как он доверяет. И во льве нам тоже есть чем восторгаться. Его силой и властью. Его отвагой. Его величием, величавостью. Качества – это разные. Таких качеств, всех этих качеств вместе в одном существе, в одном живом существе нам не найти. Это восхитительные качества, но при этом они кажутся несоединимыми. Во Христе перед нами предстает соединение необъединимых, несоединимых, превосходных качеств. И это соединение реализуется. В четвертом и пятом стихах он омывает их ноги, как смиренный слуга. В тринадцатом стихе он говорит, да, вы правы. Я – высший учитель. Я – Господь. И если я омыл вам ноги, то и вам следует омывать ноги друг другу. Он омывал ноги тем, кто представления не имел о том, что происходит. Он омыл ноги тому, кто противился ему, звали его Петр. И он омыл ноги предателя, имя ему – Иуда. Иными словами, он омывал ноги тем, кому просто противно могло быть омывать ноги. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com До 2003 года я жил в городе Мемфис, штат Теннесси. Перед отъездом в Будапешт я проводил в церкви бракосочетание в Мемфисе. И во время этого бракосочетания был такой момент, когда прямо в зале жених омывал ноги, жених мыл ноги невесты. Красивый, симпатичный, такой милый жест. Но как далеко отстоит этот жест от того, что совершил Христос. Ведь невеста-то была прекрасна. Ножки у нее были уже чистые и благоухающие. Так что я думаю, что жених испытывал огромное удовольствие, омывая ей ноги. Потому что вообще говоря, не надо было мыть ей ноги. Они и так были чистые. То, что Иисус сделал, далеко не было таким приятным. Чтобы уподобляться Ему, надо браться и за то, что нам бывает неприятным. 14 стих. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. 15 стих. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. И 17 стих. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Не знаю, бывает ли такое в России. Но в Америке есть христиане, которые на основании этих стихов воспринимают омовение ног как Божию заповедь на том же уровне, наряду, скажем так, с крещением или вечери Господней. Что сказать человеку, который считает нас непослушными христианами на том основании, что мы не омываем друг другу ног? Отвечая на этот вопрос, мы сталкиваемся с более широкой и более глубокой проблемой толкования Новозаветных текстов. И проблема эта заключается вот в чем. Существуют ли заповеди, исполнение которых ожидалось только в данной стране, в данное время? Иными словами, существуют ли заповеди, относящиеся лишь к той культуре? На самом деле, если начать разбираться, какие заповеди относятся к конкретной культуре, а которые какие нет, можно далеко зайти. Потому что, по большому счету, не хочется отбрасывать или нельзя отбрасывать ни одной заповеди. Более того, решение вопроса о том, какие заповеди к нам относятся, а какие не относятся, требует огромных культурных знаний и духовной чуткости. Мне выпадает огромная честь периодически бывать в одной ближневосточной стране. в той ближневосточной стране просто принято приветствовать друг друга целованием. знаете, что против объятий я ничего не имею. И обняться с мужчиной для меня вполне нормально. Я люблю, когда меня... Мне нравится, когда меня целует мой сын. Я люблю... Мне нравилось целовать своего отца. Но вот как-то мне неудобно, понимаете, как-то мне не по себе, когда ко мне лезут целоваться другие мужчины или когда предполагается, что я должен другого мужчину поцеловать. Всякий раз, когда я приезжаю в эту страну, меня много-много целуют с мужчины. Я знаю, что в российской культуре такое целование тоже практикуется, но у вас его гораздо меньше, чем в той стране. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok